На самом деле, в прошлый раз мы обсуждали Хеллингера, расстановки, и я пытался связать некоторые выводы из того, что мы получали из опыта Хеллингера, если так можно высказаться, потому что я воспринимаю расстановки Хеллингера как своего рода феминологический опыт, на основе которого мы можем делать какие-то свои концептуальные выводы. Для нас ведь психология, для философов важна именно с этой стороны, что она дает возможность нам использовать тот опыт, который они вырабатывают, для того, чтобы его осмыслить. И, собственно, я с того прошлого раза с тобой и начал, что стоит настоятельная задача с урбилизацией осмысления того опыта, который предлагает Хеллингер, что это такое расстановка, как они работают и прочее. И вот я в прошлый раз подходил к этому вопросу с позиции богословия. Почему? Потому что как раз я пытался, ну, я как бы сообщу некоторые выводы, которые в прошлый раз пришли, что получилось так, что вот есть дух, тот дух, который участвует в расстановках, это вот коллективное бессознательное, да. И хотя Хеллингер его называют Богом, но на самом деле как бы Бога надо было бы называть, Богом надо было бы называть что-то другое, да. Потому что всегда мы Бога связываем с этики, всегда мы Бога связываем… А почему у него, это… Разве действительно есть такой тезис, что коллективное бессознательное… А нет, это я такой голос сделал. У него такого тезиса нет, он естественно… У него есть отдельного рода… Нет, просто хотел у Шеллилица, да. Понятно. Нет, просто у него есть отдельного рода намёки на то, что этот как бы дух, да, вот… поле духа, оно является именно коллективным бессознательным. Почему? Потому что оно не различает добра и зла, то есть для него всё равнозначно. Что и убийцы, и жертвы для него, одинаково цены, да, и он пытается привести к единому какому-то ну, знаменателю, да, то есть пытается их обратно присоединить к системе, да, система их вытеснила, и вот и, как бы, и, собственно, психотерапия состоит в том, чтобы, как бы, вернуть их в систему, для того, чтобы система, как бы, нашла новое, какое-то стабильное состояние, где они остались. Ну, и если, как бы, рассматривать, что такое вообще бессознательное, да, что, как бы, бессознательное, оно, как раз, мы об этом говорили, да, оно представляет собой своего рода детское сознание. Нельзя сказать, что, как бы, бессознательное вообще, как бы, мы не говорим сейчас о бессознательном, который вообще не относится никак к сознанию, мы не говорим о бессознательном, как о физиологии. Если бы у нас есть автоматизмы, которые работают, там, на уровне физиологии, там, сердце, как-то, стучится, зрачки, там, расширяются, там, еще какие-то там процессы совершаются в организме. В принципе, это все тоже бессознательное, но тем не менее, когда мы говорим о Хеленингре, все-таки я в прошлый раз это пояснял, что речь идет о детском сознании. То есть мы различаем детское сознание и взрослое сознание. Только почему, я просто не знаю, стоит ли возвращаться опять, получится сейчас, что мы просто не придется повторить предыдущие семена. Суть-то вопроса в чем составила, что участники расстановок ведут себя телесным образом. Это можно сравнить с тем, что Игорь раньше рассказывал про пальцевые сигналы. То есть они как бы отказываются от вербализации, отказываются от мышления тем самым. И они участвуют в расстановке только переживательно. То есть они испытывают некие чувства и в соответствии с этими чувствами себя ведут. То есть они опускаются на уровень мышления, если так можно выразиться, мышления древнего. Того самого мышления, когда оперировали предметом и тем самым им мысльом. А вот когда мышление было растворено в мире. А почему ты думаешь, что делать так? Пальцевые сигналы, это же не опускание на какое-то там время. Это просто попытка уйти от себя как сознание и перейти к другим ресурсам краевого тела, организма или мозга. Ну можно и так это и говорить, что уйти на другие ресурсы. Но в любом случае, как бы вот те другие ресурсы, они не представляют ресурсы сознательные. Это некие ресурсы, которые мы называем бессознательным. Мы обозначаем каким-то общим термином. Предварительно. Вот термином бессознательным. Хотя на самом деле речь идет о неком сознании все-таки, да? И ты тоже говорил о сознании. Да, потому что речь идет о детском сознании. То есть человек ведет себя на расстановках. Ему вот ведь способы, какие в расстановках даны человеку, чтобы отнестись к ситуации, они совершенно простые, элементарные. Три уровня. Три уровня. Человек либо стоит, либо присел, либо лежит. Три уровня, связанные с вертикальной градацией и много уровней, связанных с поворотами различными. В общем, ну как бы и для нас, для всех понятно на самом деле, что если человек стоит в открытой позе и стоит непосредственно смотрит на другого человека, это как бы вроде доброжелательная позиция. Если человек отворачивается, то всем понятно, что это позиция как бы даже, это позиция недоброжелательная. И мы в детстве себя так вели, да? Как же это в детстве? Когда мы отворачивались от других людей, хотели им показать тем самым, что вот мы к ним как-то, на них обижены, так как, к ним относятся как-то недоброжелательно. Как бы их игнорируют. У меня вопрос, как вообще, я же тут первый раз, поэтому я хочу понять, какая стратегия поведения может быть приемлемой? Можно там возражать, если ты согласен? Можно, в любой момент. Ну вот, я не согласен с такой постановкой вопроса, когда человек стоит спиной, то он выражает только, ну, может выражать только одну эмоцию. Не, не одну, много эмоций. Потому что, ребята, ты же не можешь всего лишь сплоты, стоять, сидеть и лежать. Ну, ребята, я же тут не могу сейчас перечислять, какие эмоции может этим выражаться. Нет, ты говоришь про негативные эмоции, он может выражать таким образом позитивные эмоции. И у Хеллендера сказано, что если человек стоит за спиной, то тот, у кого человек стоит за спиной, он доверяет тому человеку. Это правильно, это когда есть поддержка, есть понятие поддержка, когда за спину человека ставят его родители, бабушки, дедушки, и вообще там много поколений людей. Это называется поддержкой. А я имею в виду, когда в пространстве ставят двух человек друг другу лицом, допустим, и один друг человек берет и отворачивается. То есть, понятное дело, что каждый раз по ситуации, ситуация конкретная, надо обсуждать, что это означает. И нельзя, как бы, я просто пытаюсь, как бы, на некоторых примерах просто показать, что состоит вот это детское сознание. Что детское сознание состоит в том, что реакция непосредственная. Правильно ли я понимаю тебя, что ты пытаешься объяснить нам сегодня, завести разговор о том, что работа Форстонопа и Хеллендера идет на неком детском уровне сознания? Да, именно так. Ну вот я это назвал коллективно-бессознательное. А, подожди, коллективно-бессознательное детское сознание для меня разное. Это разные вещи, естественно, но просто каждый человек опускается, то есть он отказывается от вербального сознания, отказывается от своего мышления и полностью доверяется неким чувствам. И тем самым опускается, как я вот это выдвинул гипотезу, на уровень сознания детского. И в этом детском сознании уже над людьми властвует, ну, ведь есть же понятие духа, да, она как-то управляет людьми, которые сейчас в этой расстановке. Вот это вот властвующее начало, которое управляет всеми вот этими детьми, да, вот оно называется коллективно-бессознательным, я его назвал. То есть человек как бы для того, чтобы коллективно-бессознательное на него непосредственно в расстановке воздействовало, человеку нужно отказаться от вербализации, отказаться от неких высоких уровней, да, от мышления, от критики отказаться. Хотя у нас в самом деле работает критика. Смотри, а для меня вот в вопросах расстановка была, все будет немножко по-другому. Вот возьмем магниты, да, если мы их между собой начнем двигать, то они начнут отталкиваться. Вот рациональное для меня, это когда мы руками заставляем их стоять вот так. Когда мы отключаем рациональное, а остается только эмоциональное, то происходит некое взаимодействие эмоциональных полей. Я за свою жизнь пришел к очень интересному выводу, и в принципе это описано у других авторов, что чувства наши, они возникают как электромагнитное поле. То есть вот, например, один человек испытывает чувства, излучает у другого человека как отклик рождаются внутри какие-то чувства. Ну, например, там ребенок может заходить в комнату, а отец стоит к нему спиной, гнивается на него. Ребенок не видит ни выражения лица отца, не слышит ни голоса, но уже начинает пугаться. И собака тоже есть, и ты на нем просто голос поднимешь. Нет, ты же голос не поднимешь, если ты просто рассядился внутри. Ну, собаке, например, страх чувствует. Тоже чувствует, да. Да, что ты боишься. Именно поэтому я и говорю, что это некий уровень, это бессознательный. Для меня это не говорит о том, что это единое поле. Это единое поле возникает, но как если много антенок понатыкаем, то появится некое поле излучающее. Уберем одно, поле изменить свою структуру. Да. Но для меня пока это, ты это пытаешься подать нам как некий единый разум. Нет, я не как единый разум. Я говорю, что оно же бессознательное. Разум это другое, разум это относительно сознание. Как раз я хочу противопоставить, коллективное бессознательное и некое другое состояние сознания. Тоже коллективное, но только сознание. Тогда ты его как рассматриваешь? Что следствием чего является? Поведение людей является следствием коллективного бессознательного? По крайней мере, я так слышу. Или же все-таки коллективное бессознательное является следствием чувств людей? Вещина следственного связи там есть какая-нибудь? Это, знаешь, это можно здесь аналогию провести между полем и частицами поля. Что определяет? То ли поле есть, и в них частицы попадают. То ли частицы это поле образуют. Это вопрос как бы такой. Трудно. Я не могу, наверное, так сразу сказать, что первичное. Потому что это существенно, наверное. Мы говорим о том, что есть коллективное бессознательное, да? И оно есть. Вот есть каждый один индивид, и тем не менее, есть нечто коллективное. Да, он же сказал, что слово управляет. Нет, вот это непонятно. Коллективное бессознательное управляет. Ну, вот так. Мы говорим о том, что в основном, как уход. То есть некая управляющая инстанция. Так у тебя же есть какое-то, как бы говоря, конструктивное бессознательное. Когда говорят о коллективном бессознательном всегда, говорят, ну, скажем, моновори в целом. О чем-то такое совсем большое. А здесь у нас такое ощущение, что у нас есть какая-то штука, которую даже бессознательным я никак не могу назвать. Почему? Потому что эта штука привязана к твоему роду и только к твоему. Только роду к твоему привязана. И ты с собой носишь ее вот такую, как это. Понимаешь, как некая поле это добрость. То есть правильно ли я понимаю, что вы верите в такой понятий, как карма, который там ведет за тобой? Ну, и уникальность у нас в смысле. Ну, карма судьба. Да, да. Ну, нет. Ну, я это делаю себе поставлять долгим образом. Я считаю, что вот мы уже 50 лет все дружно поверили в том, что есть ДНК, в ней записана какая-то информация, эта информация влияет на нашу жизнь. Ну, наши болезни, наше поведение передается ко дна, к отца сына. Но, по всей видимости, и рассылки Геренки, на мой взгляд, это доказывают, что помимо вот такого способа при помощи ДНК, то есть аминокислот и иноприотидов записи информации, существует еще некая запись, записывается, как бы весь твой рот. Ну, тут еще, знаешь, что... Непонятно, на чем. Ну, на чем непонятно, в том же числе, может, и на генах, но смотри. Но есть еще и другая идея. У Грофа, например, Грофа же ты, наверное, читал? Ну, конечно. Вот, он про что говорит, что мыслительный процесс человека, это не есть то, что сам человек делает. И ученые, как изучают мозг человека, берут, начинают копаться. Раз, это обрезали, пропало это. И он там приводит аналогию с телевизором. Что если ребенка подвести к телевизору, то он там будет как действовать? Раз, там, отрезал какую-то детальку, звук пропал. Вот эта деталька отвечает за звук, в ней рождается звук. А на самом деле идет прием. То же самое может быть и с человеком, он говорит, что наше тело, это не есть источник сознания, источник сознания находится снаружи, и мы просто являемся проводником этого сознания. А мне дороже всего компьютерная модель такая, компьютерная. То есть, представляешь, рождается человек, у него на основании ДНК собираются белки всевозможные, и вот такая матрица, это хард. Теперь вот этот самый хард станется софт. И вот этот софт, он устроен таким образом, устроен таким образом, если ты от чего-то откажешься, это вот в какой-то своей части, он, понимаешь, он функционирует всегда, этот софт, очень забавный, это родовой софт, я венгерский, который веет, он функционирует не на одной машине, а на сети на Ниссану, только так он функционирует. Если ты от одной части выкинешь, то он сделает все силы, чтобы последующая машина, которая у тебя появилась в этой сети, не установить тот же самый софт. Ну, подождите, смотрите, но тут есть еще один момент, на самом деле то, о чем вы говорите, те проблемы, которые возникают у человека, они, но с точки зрения киштаг-подхода, связаны с чем? Что у человека есть в отличие от животного две штуки. Да, у животного есть только чувства, а у человека есть еще разум. Разум отвечает за социальное, а чувство за личное. И противоречия у человека возникают, когда тело хочет одно, а мозг хочет другое. И функция выбора начинает выбирать, между чем выбрать, что сейчас более значимо. Если есть сбой этого взаимодействия, то есть что-то одно более сильное, то начинает, например, разум подавлять чувства, и человек начинает испытывать проблемы. Но, на мой взгляд, родовое, то, о чем мы говорим, отчасти передается двумя путями. Смотрите, например, у человека есть мелкая моторика. И если мы возьмем двух людей, братьев-близнецов, и разнесем их в пространстве, то, в принципе, с большой долей вероятности они останутся одинаковым характером. Но за счет чего, говорит нам так наука? За счет того, что взаимодействие людей на их поведение всегда будет одно и то же. Потому что, если кто-то ходит и, как я, крутит башку себе, то люди соответствующие чувства и мысли испытывают, глядя на это. Если у меня в генах заложено, что у меня рука поворачивается так или сяк, и мне характерны вот такие движения, то люди будут на меня реагировать соответствующим образом. И тогда социальное через голову давление будет формировать мой характер. Потому что взаимодействие будет всегда какое-то определенное. И другой человек такой же может так произойти. Но может чуть-чуть пойти по-другому, потому что кто-то начинает на это реагировать, например, в другой культуре, по-другому. Если он попадает совершенно в другую культуру, тогда он вырастет другим характером. Таким образом получается, что вот это вот родовое, оно передается каким образом? Я, например, заметил, что... То есть там, оно вторичное по отношению к жене и детям? Что? Что дети очень часто воспитывают себе в своих родителей, в своих детях, во внуках. Почему? Потому что они как бы дополняют друг друга и они строят такое же дополнение. У них есть некий способ взаимодействия с родителями, они переносят его на другого человека и тот вынужден вырасти таким же, как его родители. По многим чертам характера. Что, кстати, странно, потому что отношение ребенка к родителям, когда ребенок вырастает, оно не то же самое. Он же себе не родители воспитывают. Воспитывают, собственно, ребенка. Но он начинает с ребенком разговаривать так же, как разговаривал с матерью. Ну, и что? На самом деле, нет. А ребенок, ну, очень часто так. И ребенок начинает реагировать. Тем не менее, это не так. Иногда он, наоборот, пытается показывать поведение своих родителей этому ребенку. Людите обычно быстро адаптивные, они манипулируют. Вы не могут сейчас не спрашивать. Мы просто пытаемся сравнить разные точки на сроке Хеллинга. Просто нету тут никаких точек. Все, что вы говорите, все это относится к делу. И оно никак, никаких возражений не является к тому, что я говорю. Просто это дополнение, какие-то детали по отношению к тому, о чем говорю я. Собственно, как бы действительно, неважно, что является носителем родового. Является носителем это гены, какое-нибудь поле, непонятно где витающие. Это же совершенно не важно. Важно, что оно есть. Правильно? И филоменологически себя проявляет. Этого достаточно для того, чтобы двигаться дальше. Зачем на этом застревать? Зачем искать материальный носитель тому, что просто проявляет себя просто очевидно. В очевидности. Философия никогда не занимается тем, что и как там работает на уровне этих органов чувств, или на уровне тела, на уровне генов и прочего еще. И философия занимается другим. Она просто и у нее есть некий опыт феномен, очевидность, она пытается ее объяснить. И поэтому я именно от этого отталкиваюсь, что есть некий дух или поле, как бы не важно такое назвать, откуда оно берется, то ли оно действительно прошито в наших организмах. Ведь мы принадлежим каждой из нас к какой-то семье, в обучающем смысле к какому-то роду. И этот род где-то существует в нас. Мы же как бы представители рода. И родовое начало у нас, наверное, где-нибудь присутствует. То ли оно в генах присутствует, то ли оно как оно присутствует. Это же совершенно не существует. Существенность то, что оно есть. И это родовое начало как-то присутствует и в животных, каждый кот представитель какого-то рода кошачьего. И в нас точно так же. И мы, когда я пытаюсь это обсуждать, я пытаюсь обсуждать на таких совершенно общих основаниях. И не вдаваться в подробности дальше, что допустим, психологи, психиатры и остальные занимаются поиском локализации, где это и как это прошивается, как это работает. Поэтому я, если мы держим все-таки вот этой постановки вопроса, это и является философской, терминологической постановкой вопроса, то можно двигаться дальше. Дальше просто вот этому полю духовному, которое я назвал коллективно-бессознательным. Это же вопрос выборотельный. Можно считать, что коллективно-бессознательно только народу принадлежит. А можно говорить о том, что если есть это как бы урод, то это уже коллектив. И нельзя говорить о том, что урода, его бессознательное свойство к частным случаям каждого бессознательного, каждого отдельного человека. Правильно? Нельзя же такую сумму сложить. Все-таки есть некое родовое, и оно действует самостоятельно, независимо бессознательно у каждого отдельного человека. И как его назвать? Ну вот я предлагаю его назвать пока коллективно-бессознательным. Можно там потом термин другой придумать, если это существенно. Пока для того, чтобы вот различать, собственно, различие состоит в чем? Между коллективным бессознательным и коллективным сознательным. Собственно, то, что я назвал в прошлый раз всеобщим сознанием. Вот я, как бы, вот в этом разрезе я вот и предлагаю дальше двигаться. Собственно, как бы я же хотел привести это к некому богословию, чтобы попытаться обсуждать именно этот вопрос. А потом, как бы вот обсуждать этот вопрос, можно будет и там вернуться, если там интересно будет, к этим основаниям. Ну а тут почему, почему? Вот я не понимаю, почему ты хочешь в богословию это привести? Ну потому что, на самом деле, из того, что вот я слушал в расстановках самого Хеллингера, да, в интернете это можно найти, мне кажется, на самом деле, там очень много от того, что сам Хеллингер вносит в эти расстановки. Вот как бы я сейчас буду пытаться доказывать, что в этих расстановках ведущую роль играет, собственно, на сознание самого Хеллингера. Он как наблюдатель, он как наблюдатель, он действует на систему богословской. Что, собственно, на самом деле, во-первых, он действует на систему богословской, да, как своего рода бывший священник, это во-первых, а во-вторых, в нем, в том, что какая очевидность проглядывается, и возникает некий опыт, и этот некий опыт, на самом деле, проявляет себя в религии. То есть, у религии есть подобный, вроде, но даже опыт, да, и исторически его можно пронаблюдать, да, вот как вот религия развивалась, как она от языческой религии перешла, скажем, к универсальной религии, к такой, как христианство. И вот это движение от языческой религии к христианской религии, на самом деле, она будет чем-то похожа на то, что происходит в расстановке. Вот просто, вот как бы я к этому моменту хотел привести, собственно, в этом и состоит суть. И если, ну, допустим, удастся доказать, что это так, то что это нам даст? Ну, давай сначала я расскажу, и мы в конце поймем, что это может нам даст. Да ничего не даст, просто мы, может быть, попытаемся что-то понять, да? А может быть, это будет просто очередной гипотезой, которая на самом деле просто ничему не приводит. Я не очень понимаю, в философию как науку, да, в чем цель философии состоит? Цель философии состоит в том, что вот, поскольку у нас есть некоторый опыт попытаться, осознать и концептуализировать, привести его в соответствие с другими видами концептуализации, другими видами философии, другими видами оба. Вот у нас есть некий вырванный опыт расстановки Хеллинга. Он как бы стоит просто как бы на ошибке. Вот надо попытаться из этого опыта какие-то, что он говорит, дивиденды получить, попытаться его как-то осмыслить, попытаться его сравнить с другими видами опыта. Что такое, на самом деле, понимание. Понимание во многом это сравнение. Когда мы берем одно, сравниваем с другим, и какие-то из результатов сравнения возникает вот это вот видение разницы. И вот это видение разницы во многом мы не понимаем, как понимание. Понимание, это не только на самом деле описать этот фенометр, но это еще наложить на него сетку понятия, попытаться его как бы втянуть и увидеть сквозь какую-то концептуальную сетку. Когда получается философия, это некий образ жизни. Ну, потому что, например, я... Далекий ход отсюда, как бы, да, можно так сказать, но это... Ну, я, например, раньше примерно так и пытался воспринимать мир и жить, а теперь у меня другая концепция жизни, ну, там, мне, например, вообще не требуется там наложение чего-то и понимание... Просто здесь философия не является счета-специфическим, потому что, собственно, концептуализация характерна для любой научной дисциплины. Они тем и занимаются, что у них возникает некий там аномалий, некий эксперимент или опыт, которые надо объяснить. Любая наука, она, как бы, и пытается это сделать. Потому что, это философия, я так понимаю, работа на уровне объекта. А философия пытается в этом отношении исследовать тому, чем заниматься наука, да, но только просто на своем уровне, да, и своим средствам. Но наука объясняет на основе там своих средств, да, как бы, у нее есть свои задачи, как бы, и свои возможности. У философии другие возможности, другие задачи. Она тоже точно так же пытается что-то объяснить, вот, как я говорю, концептуализировать. Просто слово объяснить, оно немножко ангажировано какой-то целью. Нет никакой цели. Да? Ну, или, скажем, может быть, какая-то есть частная цель. Иногда, иногда бывает. Но это совсем не обязательно. Когда мы говорим о концептуализации, это, по крайней мере, подведение этого опыта, да, вот, как бы, эмпирических фактов, попытка подвести его под некую какую-то эмпирическую теорию предварительно, а потом под теорию какую-нибудь уже это не эмпирическую. Просто, это общие слова, которые немножко уходят от сути самого вопроса. Я-то хотел более подробно уже обсуждать, собственно, о чем речь вообще идет. Ну, вот, теперь перейдем к тому, что я, собственно, хотел рассказать. Это все было предисловие какой-то, да, как бы, найти вопросы, в принципе, надо было бы задать их в прошлый раз, обсуждать их в прошлом. А сейчас, как я хотел уже репутацию уже из того, что мы в прошлый раз уучили из какой-то концепции, да, предварительной, да, что, еще раз повторяю, что Хеленгер, в расстановке Хеленгера участвует коллективное бессознательное, да, и вот тот дух, который там присутствует, да, вот этих естинга коллективное бессознательное. И оно действует только тогда, когда сами участники расстановок, собственно, как бы, на это коллегжно бессознательное опускаются. Как он, как это может сделать? Вот она всегда действует, толькоud, но являет в себе можно сказать и делаешь такие дополнения которые как бы не совершенно не меняет очень как пускай она всегда действует действительно и мы отказываемся от собственного индивидуального сознания до тех кто сейчас это остановки они как бы доверяясь некому чувству и вот этого чувства она в этой расстановке действительно если мы доверяем существу то мы и действует соответствии с этим чувству то отказываются от вербального мышления отказываюсь как бы от сознания но тем не менее надо обратить внимание на что я как бы и прошлый раз обращаем тем не менее с некой сознание присутствует это сознание того кто расставляет сам расставляющий ведущий он на самом деле остается в сознании почему потому что он должен попытаться осмыслить ситуацию которая происходит на на паркете перед ним происходит нечто разворачивается должен пытаться это осмыслять дело же не происходит так что просто люди поставили какие-то я не как-то подвиглись и потом типа там рукой махнули теперь давайте следующий раз там не в этом состоит ситуация не так происходит это а происходит дело так что кто расставляет он делать какие-то выводы делать какие-то критировки задают вопросы там так как он постоянно вмешиваются в ситуацию но он единственное сознание которое присутствует восстановка то есть а нет отказа от сознания дело в том что если мы вспомним что такое психоанализ то психоанализ тоже основывается на том что лечение состоит в том что некие неосознаваемые или бессознательные это или лучше будет там сознательные мотивы да они на них на вот свет сознания они осмысливаются да то есть они как бы осознаются и считается что вот осознание психоанализей позволяет избавиться от разного рода там психических отклонений собственно как бы лечение происходит осознаванием и решение вещей лечение происходят осознованием чин лечение происходит с это терапевт позволяет человеку осознуть самому человеку осознать свою ситуацию то есть таким образом leaning получается что сознание все-таки человека в какие-то моменты включается конечно включаться здесь тоже самое просит начала происходит без сознательных а потом с помощью терапевта происходит со знанием происходит так что люди не все люди обладают хорошим сознанием хорошим мышлением и все люди могут разобраться с тем что с ними происходит зачем нужен вообще терапевт это некая инстанция как хорошо сознающая обладающий большим опытом который позволяет человеку довериться этому терапевту может сказать тоже не важно или идет ли речь о расстановке хеллингера идет ли речь просто психоанализе просто идет о том что человек доверяется психоаналитику и психоаналитик разбирает человек по стоп-стоп-стоп я не согласен с тобой совершенно два разных подхода психоанализ и расстановки хеллингера на мой взгляд разные инструменты работы инструменты разные суть одна нет и суть разная то что лечение осознавания в этом аспекте пока все остальное понятно там разные концепции все разным изначальный подход что осознавание были считай как бы и мы стремимся к тому чтобы какую-то ситуацию осознать но тогда расстановка хеллингера сам терапевт тоже для одной вещи он помогает человеку увидеть то что человек проскакивает и не замечает а психоанализе а он помогает осознать то что было в прошлом и как с этими дополнениями памяти на самом деле если мы будем застревать в каждой детали то мы можем тут сидеть неделями я просто реагирую на можно сидеть здесь неделями и обсуждать каждую подробность висит психоанализ это одно и концепты там совершенно давайте тогда не будем психоанализу там мой мозг реагирует на это я понимаю просто я адресуюсь психоанализу поскольку он известен всем а расстановки хеллингера может неизвестен кому-то здесь может нету но как бы вполне возможно что кому-то такая вещь как системные расстановки хеллингера это просто нечто новое нечто непонятное я просто этому адресую что на самом деле в каком-то отношении это расширение этой возможности психоанализа вообще говоря можно даже так сказать что психоанализ это является частным случаем расстановки расстановок так и даже сам хеллингер такая объясняет дает возможность объяснить это чувствуется что если у мужа и жены как бы были предыдущие предыдущие партнеры то как бы получается что дети иногда в определенных ситуациях до начинает как бы походить на вот этих партнеров и девочка стремится к своему отцу и как бы она стремится к нему не только так сказать любовью отцовской какой-то уже другой женской любой просто потому что на самом деле в этой системе возникает соотношение отец отец дочь как соотношение отец и предыдущая партнерша то есть девочка дочка она замещает предыдущую партнер но это объясняется как комплекс электро ну и на си можно как бы ситуацию как бы точно также комплекс идипа да когда мальчик замещает предыдущую предыдущего партнера мать это как более широкое понимание того процесса который связан с нашими сознательно и я бы даже более того сказал что допустим тоже пальцевый сигналинг да и вот эти все эриксенские штучки тоже на самом тоже частный случай опять же расстановку вырожденный случай расстановки то что каком-то смысле расстановки хеллингера они являются более общей концепции до более общей терапии и частными случаями которые являются и это гипноз эриксона там мягкий гипноз эриксона или там допустим там я прошлый раз говорил по какой-то там терапии янова там там не допустим это спорный вопрос ну это или там все канализ может быть расстановки хеллингера являются частным случаем но это уже как бы дополнительное замечание хеллингера является существенным я же объяснил как как объясняет хеллингер собственно вегипов комплекс он объясняет очень просто так как бы и самое интересное что очень правоподобно почему это так происходит такая ситуация там в семье два сына это неизвестно я просто давно поражался на самом деле что египов комплекс не у всех есть и это давно известный факт что он почему-то у одних есть а других нет а как раз фрейд то настаивает на том что типа комплекс это общий комплекс характерен для всех мужчин и соответственно для всех женщин комплекс электрик там симметричнее то есть он считал что эта структура любой личности а на самом деле как вы как выяснять это не так это может установить вот шизо анализа как-то объясняет то что своей позиции что нету такого территориализации 1 как и дипа у кого-то есть и дипа в комплекс у кого-то его не да и никогда не было потому что фрейд вообще там объяснять это тот тем фактом что просто мы об этом забыли что он когда-то детстве был как бы а ты потом об этом забыл это на самом деле просто заниматься спекуляцией так можно объяснить что ладно давайте как бы опять можно поставить эксперимент поставить эксперимент поставили мюнтаз что-то как поставить берешь например женщину готовы которая не была до вождения детей она вождает своего мужа это означает что соответственно что там не будет даже даже если у женщины был предыдущий партнер совсем не обязательно у ребенка будет идти по форме получается в том что даже если у женщины и не было партнеров то у ребенка может еще раз объясняют но вы пытаетесь все взять на детали на детали здесь не важны мы не продвинулись ни на шаг мы уже сидим полчаса на самом деле не продвинуться ни на шаг даже к тому вопросу о котором собственно я пытаюсь который пытается светить вопрос интересный так понимаешь когда начать объяснение надо было с того что ты хочешь рассказать чтобы нам а как можно было начать объяснение с того если предварительно нужно сделать какую-то концептуализацию ничего подобного вообще с точки зрения презентации очень часто она совершается ошибка начинает вокруг да около а надо вообще-то начинать с самого главного смотри приведу тебе пример то есть это слышь программу передачи тебе говорят 21 00 программа время в 21 30 художественный фильм мертвые не потеют ты понимаешь что блин твое внимание оно не бесконечно и ты услышал хочу посмотреть фильм мертвые не потеют а забыл прослушать время а если тебя сначала главную суть то тогда понятно зачем все остальное слушать а пока ты нам что-то говоришь и мы не понимаем зачем это слушать и поэтому наше сознание вынуждено искать какие-то цели и мы выползаем это нормально понимаешь а если бы например программа передач была так программа время в 21 00 а художественный фильм заказ солнцу вручную 21 30 это понятно было бы зачем слушать время также здесь мне кажется что ты концептуально совершаешь эту ошибку рассказывая нам какие-то детали а наше сознание пытается уцепиться за какую-то цель и найти ее из-за этого мы будем попробуй по-другому то в общем как бы если все в общайке надо сказать так что есть два духа коллективными коллективно бессознательно а это дух сводится к тому что он совершается на основном есть другой дух дух никого все очень сознает или можно выпускать коллективного сознания это другой и прошлый раз как я весь наш что когда мы говорим о боге ты можешь говорить о боге как и сводить его коллективному бессознательному и присутствие родовое начало а можно бога сводить вот этому всеобщем сознание то есть так как богу бога сводится допустим гейли вообще в философии 3 философии как бы еще третья возможность тоже состоит в том что бога сводит мышление мышление и важно на самом деле я прошлый раз пытался их противопоставлять и и думала сами что надо их противопоставлять на сами что как будто бы коллективно-бессознательная а чем она плохо критерия то что противно-бессознательно не различает добро и бог и для него не понятно что такое и все в чем она занимается она занимается попытка как вот двигать согласно какой-то своей инстинктивной функции двигать рот дальше и вот то что она пытается вернуть и в рот каких-то вытесненных из него представители это как вот можно сказать есть как этот инстинкт так так действует рот но вот этот инстинкт как я прошлый раз опять же показывают что он является жестоким почему потому что родился новый человек новый ребенок и часто этот новый ребенок замещает никого как бы ушедшего из жизни там или вытесненного человека из этого рода и он живет его жизнь он об этом сам не знает не догадывается он мучается иногда даже болеет например шизофрении как он-то виноват от того что когда-то там вроде случились какие-то там пертурбации как он может за это отвечать с точки зрения уже говорим что сын за отца не отвечает а каждый мы считаем что с точки зрения и каждый человек отвечает за свою личную жизнь и он не должен отвечать за какие-то завод на самом деле если вдуматься как бы вот если как бы брать исторические параллели тут то мы можем понять что вот и было языческой религии да и в языческой религии всякой языческой религии есть на самом деле что иной как родовая или где бог является богом какого-то конкретного например сеть в качестве примера брать иудеев тот и его вода он был неким богом народа и вообще вся вся вот библия на ветке заветом как раз пронизан там взаимоотношения между богом и не отдельными какими-то людьми именно народу причем там конечно же отдельные люди тоже есть виде пророков там они неизбежные сели царей как бы эти все люди отдельно они появляются представителями народа и выступает именно в каком своем качестве понимаю что ты сейчас имеешь ввиду под словами и глоба к коллективно бессознательно пока я просто имею ввиду бога конкретно я к этому подойду похоже ну соответственно там скажем если мы берем античные народы да то античных народов у них тоже там были какие-то свои боги у каждого народа свою кого-то там зевс был у кого-то дионис ухода гера и прочее да каким образом у них образовался пантеон народы эти на пелопонезе как то какие-то волнуто смешивались за и взаимно как-то сталкивались например то что происходит на земле всегда происходит и на небе наоборот люди как поступали какие-то там мирные переговоры либо наоборот враждовали воевали уничтожали друг друга все события которые происходили на земле на как бы развивались как событий происходящий между богами и себя теперь внимательно читать миллиарду то можно увидеть на самом деле что какого-то враждал которая есть на земле, как бы она отражается, она как бы есть, симметрично ей присутствует некая вражда на небе. У богов есть какие-то взаимные, условно говоря, хитрости, коварства, они взаимно друг к другу. Но они совершают какие-то тоже действия в отношении друг к другу. На самом деле это просто я показываю некую аналогию, по которой образуется многобожие. То есть на самом деле язычество не связано с многобожием. Благовожие это и следствие того, что народы объединяются, и каждый бог, его же нельзя выбросить, по-моему, на виду, он как бы вступает в некий пантеон. И наверху этого пантеона становится некий бог, видимо, какой-то народ, который является сердцевинным объединением. Он, видимо, выдвигает своего бога в качестве главного бога. И вот возникает как бы иерархия богов. Я просто, может, это небольшое ступень, я все-таки хотел бы сказать, что непосредственно связь между язычеством и родовой структурой общества, я бы не сказал, не слабо такую связь восстанавливать напрямую. Потому что как раз, мне кажется, были времена языческие, когда человек был более независим от рода, и времена были совершенно христианские, когда человек практически полностью таким родом потерялся. Человек никогда независим от рода не был, он и сейчас от него независим. Это какие-то там фантазии. Нет, я понимаю. Ну а что тогда делать? Я имею в виду, что... Ты еще раз повторяешься одним разом. Усиление монотеизма... Сейчас человек определяется родом. Усиление монотеизма, кстати, никогда не был независим. Да, от рода. Он стремился быть независимым, и есть некое магистральное направление быть независим от рода. Я хотел об этом говорить в принципе. Вы, ребята, всегда видите во всем какие-то частности. Вам интересно тут какие-то детали. Это замещение, да, там, можно обсуждать, можно... Так, подожди. Вот ты все-таки пытаешься избежать головного вывода, который ты хочешь сегодня сказать. Хочешь к нему подвести издалека. Правильно я тебя понимаю? Давай я расскажу, а потом... Вот смотри, я просто вспоминаю. Мне вспоминается история с мотоанализом. Я когда читал мотоанализ Никольского, помните в школе у нас? У нас был такой учебник, да? Помните, конечно. Никольский. Я читал этот мотоанализ, да, там, блин, так все красиво. Идет, идет, идет теоретические искания. Идут, хер, а если теорема доказывается? Ох, блин, кайфоват. Философия? Но я нифига не понимал сам мотоанализ. А потом взял фихтенгурс. И все стало понятно. Почему? Потому что фихтенгурс идет из чего? Возникла задача. Философия такого нет. Философия нет решения. В философии важно само движение. Но так, так. Философия, потому что это не вещь, это не задача, которую нужно решить. Я могу сказать, макрокосмин, микрокосмин. Тебе стало все понятно? Все, я все сказал. Закачиваю семена. Понятно тебе все стало? Но что говорить? Нету никакого вывода. Философия важна со всеми движения по целу, целиком ваша. Потому что слова, которые в конце я скажу, макрокосмин, микрокосм, они будут объяснять все движение. Без них это просто два пустых слова, ни о чем. Так в философии все устроено. В философии вообще слова не нужны. Если бы можно было все показывать на пальцах, я бы показал, но этого вы просто не поймете. Но буду я сидеть молчать и на пальцах показывать. Вы-то поймете об этом? Мне не нужны слова. У меня все это в виде образов. Я и так все понимаю. Просто я знаю, в каком направлении двигаться. И в нем двигаюсь. Приходится много слов говорить. А вы еще палку в колеса вставляете, чтобы еще медленнее говорить. Подожди, подожди. Вот это уже твои думы, Слава. Мы не соединяем тебе палки в колеса, мы пытаемся свой мозг на твое ельце поставить. Мы сейчас отклонились зачем? Что мы хотим выяснить? Мы хотим выяснить, что к чему я веду. Я веду к тому, чтобы объяснить родового Бога, как осознание этого коллективного бессознательного. Как осознание. У нас все, что существует реально, рано или поздно осознается. И это осознание вырастает в нечто. Вот религия, как она есть, как нечто светлое. Это есть способ осознания того, что существовало реально неосознанно. Сознание бросает на что-то свет. Есть какие-то явления, они существуют, долгое время существуют. Они на человека как-то влияют и влияют. В какой-то момент наступает момент такой, что человек осознает это. Не знаю, один это делает человеком, много людей это делает. Как это происходит, это уже не важно. И возникает уже как бы то же самое движение, которое было на уровне неосознаваемого. Возникает как сознательное движение. И поэтому Бог, боги вот эти, которые сначала возникли, как родовые начала. Начали, конечно же, они присутствовали в родах неосознанно. То есть люди понимали, на самом деле, что есть некая родовая стихия. И вот они как бы этой родовой стихии поклонялись, если вы, например, вспомните древние захоронения, они поклонялись, был некий культ предков. Даже у современных отсталых народов, если так можно говорить про народы, есть культ предков. И все начиналось всегда с культа предков. Человеку было трудно осознать, что такое смерть. Рядом с тобой умирает твой родной человек. Что с ним делать? Правильно? Почему людей вообще закапывают? Даже вот есть такие исследования антропологические. Потому что раньше людей не закапывали. Человек умирал, а люди думали, что мало ли он заснул. И держали этот труп, лежал с этим трупом рядом, жили долгое время. Труп начинал гнить, от него начали болезни распространяться среди народа, среди рода. И в конце концов, осознали, что причиной этих болезней является не какой-то там... Можно было это осознать двумя способами. То, что гнивается родственник, который умер. Род как-то чем-то перед этим родственником является виноватым. Что-то он не так делает. А другое понимание, что этот родственник, он как бы вот злой дух какой-то, голодный. Что-то он хочет. Его просто закапывали. Зачем вообще, вот сами думайте, зачем вообще трупы закапывали? Короче, их жигали. И сжигали, да. Для того, чтобы вот он этот родственник злой, после того, как умер, он не смог бы добраться до рода и причинить ему вред. Причем древние захоронения, на самом деле, если их рассматривать с этой стороны, они осуществлялись так, что люди связывали руки, то есть трупы, связывали руки, завертывали очень плотно, обматывали, чтобы он не смог оттуда выпрыгнуть. И закапывали как можно глубже, понимаешь? Чтобы уж точно знать наверняка, что если что-то случится, то виноват в этом вот не этот труп. Потому что причины следственной связи, которые устанавливались в мире тогда, да, вот они осознавались, не так быстро, как мы сейчас привыкли это думать. Это нам сейчас так кажется, что легко установить причину следственной связи между одним и другим. Не так просто это сделать, на самом деле. Откуда идет опасность, да, как надо поступать с родственниками, да, и представьте, что человек всегда принадлежал роду, да, и род живет тем способом, что заботится о каждом из его щелетов. И вдруг кто-то умирает, вот как с ним быть? Это же глобальная проблема для рода. Его выбросить на помойку нельзя. Может он заснул, да, может там как бы, причем как бы, может понимать, что есть литератический сон, что люди могли бы так заснуть, пролежать, условно говоря, несколько дней, недель, да, а потом проснуться. Но вопрос как бы не к этому. Вопрос состоит в том, что рано или поздно нужно было концептуализировать понимание вот этого вот родового начала каким-то образом. И оно было концептуализировано и понято именно каким-то общим способом, а именно тем, что существует некий родовой бог. Вначале может быть этот родовой бог некий был каким-то предком, допустим, да, могущественным. Может быть. Но потом это стало, он просто стал неким обезличенным богом, да. Поколение-поколение жили, как бы, а ритуал как бы возобновлялся, да, и уже как бы корни этого ритуала уже были людям просто неизвестны. Люди уже действовали просто потому, что так действовали все предки, да. Правильно ли я понимаю, что в своей концепции любой бог это всегда отражение какого-нибудь члена семьи? Нет. Нет? Бог есть отражение родового начала. Родовой начал это что такое? Почему, скажем, не природного стихийного начала? Вы видели с бог Солнца, например. Да, видели с богом Солнца. На самом деле тут еще более сложная ситуация. Дело в том, что это мы сейчас привыкли на мир смотреть как мир неодушевленных предметов. В древности мир был одушевлен. Это род или вообще родовые связи, ну вообще генезис. Что такое родовая связь? Это некий генезис, да? С помощью этого генезиса понимали все на свете. Весь мир представлял собой своего рода самокупно живых существ, которые точно так же вступали в половую связь, из них рождались там, вступил в бог, один бог с другим богом вступил в связи, из них возникли реки, там горы, и все остальное возникало в результате взаимодействия неких существ. Это называется всеобщая анимиза. Смотри, смотри, тогда получается другая вещь, что люди не могут в своем сознании воспринимать все просто как некие природные явления. Они должны это очеловечить. Да, мы сейчас тоже очеловечиваем. Ну да, мы тоже очеловечиваем. Куча народа живет в каком-то очеловеченном мире. Они машину там, имя машине дают, да? Или разговаривают с ней, там, вот такая моя машина, там, типа, завидись, пожалуйста, да? Хотя мы прекрасно понимаем, что машина это просто, в условном говоря, объект, это не жопа. И обращаться к ней это просто глупость. Вот, вот это обобожествление происходит на основе опыта родового. И очеловечивание происходит, и приписывание качеств на основе, как я так понимаю, из твоей концепции того, что была какая-то личность или ряд личностей, чьи качества были собраны и впихнуты в восприятие этого. Давай я уже буду рассказывать, потому что попытка твоего что-то понять, она на самом деле только запутывает все. Я понимаю, это вот твое желание, конечно, так оно и так и надо делать, конечно. Но суть вопроса состоит в том, что для человека, я теперь уже и с другой стороны покажу, потому что, как выяснилось, надо вообще рассказывать о самых элементарных вещах. Для человека понятным всегда являются, прежде всего, родовые отношения. Так уж сложилось. Что такое понимание? Понимание – это некий способ, к каким мы переводим нечто непонятное, нечто понятное. И первым, что для человека, не надо говорить просто одного человека, для рода, что является понятным? Это вот родовые отношения. И каким способом мы понимаем мир? Мы понимаем мир сквозь сетку этих родовых отношений. Потому что мир точно так же устроен родовым образом. Вот как бы есть море, а есть какие-то речушки, которые в это море впадают. Есть как бы озеро, а есть какие-то там ручейки. Есть как бы большая гора, а есть маленькие горы. Есть как бы, условно говоря, какие-то облака, а есть как бы целое небо и прочее. И между ними можно устанавливать по аналогии с тем, как устроен род, какие-то родовые связи. Это и способ просто понимания мира. Поскольку род является существенной характеристикой, то и понимание мира через призму рода для древнего человека является существенным. И поэтому все мифы пестрят именно вот такими рассуждениями, когда говорится о явлении природы через призму того, как взаимоотносятся некие члены рода. И точно и мир для рода, он втиснет в род. То есть человек живет в родовом образовании не только среди людей, но и мир тоже принадлежит этому роду. На это указывает, допустим, тотемизм. Когда животное включено в род. То есть как бы вот есть тотем, допустим, волка там или тотем, там медведи. То есть как бы на самом деле люди чувствовали растос военны, допустим, с медведями. Почему-то. Потому что медведи, может быть, на их теле, то урежут. Ну как это? Надо как-то объяснять, почему в род вдруг встроен медведь. Это непонятно на самом деле. Подождите, подождите, тогда получается, что это... Подождите, может быть, наоборот, как из твоей концепции, что медведь возник как часть образа из рода. Вот как бог возникает, так и медведь. Медведь буквально в смысле встроен в род. Объясняет это следующим образом. Охотились на медведей. Медведи ели, как бы считали, что из того, что медведи едят, но это и одно из объяснений простых, да? Считали, что сами становятся медведями. И это же объяснение связано с этим каннибализмом. Почему одни люди едят и ели других людей? Потому что считали, что если съесть сердце, допустим, какого-то воина там смелого, то станешь таким же смелым, как этот воин. А если глаза его съешь, то станешь таким же зрячим. Ну или там мышцы съешь, условно, станешь сильным. И то есть ели из неких представителей другого рода, именно из соображения того, что их свойства перейдут в твои свойства. А не потому, что нечего было есть, посмотрели по сторонам, увидели другого человека. То есть в данном случае получается, что более-менее прошлый человек – это кучка дебилов. Глаза. У меня ничего не получается. Вы просто свели весь разговор к этому. Я пытаюсь объяснять уже элементарные вещи, которые надо было знать из антропологии. Вообще говоря, в ангестеральной лени она другого состоит. В ангестеральной лени состоит в том, что бог рода есть некий способ осознания того, что есть род. Потому что каким-то образом должен был некий быть, если нашим языком говорить, некий символ, некий, как бы, не знаю, как это сказать. Должен быть нечто, что олицетворяло бы род, к чему можно было бы поклоняться. Нельзя же поклоняться это слово род, правильно? Поклонялись, как бы, вот, допустим, у нас на Руси был бог такой род. Поклонялись, в буквальном смысле, как богу. То есть бог являлся олицетворением рода. Он являлся часто родоначальником этого рода, да, там, это тоже другой разговор. Но важно состоит то, что родовые боги, это есть не что иное, как олицетворение вот этого коллективного бессознательного. Почему коллективного бессознательного? Потому что предполагается, ну, я думаю, с этим никто спорить не будет, что сознание на уровне вот этих древних, да, людей, оно было, ну, скажем, не очень развитое. Мышление, сознание не очень было развитое. Поэтому можно, кстати, возражать, но, как бы, я просто не готов сейчас это рассказать. Ну, некий, ну, будем считать, что вот есть некий примитивный уровень, ну, я бы так сказал, что их сознание было детским. Да, вот, как мы говорили недавно, обстанках я не знаю. А это сознание было еще детским, и оно могло объяснить мир только из того опыта, который имела. А имела она опыт вот родовой. И она пыталась вот весь мир выстроить, как некий род. И в мире находила все, все мир понимала через пизму рода, да, и принадлежности к роду, как бы, отношения к роду и прочее. И бог вырастал тоже из этого отношения, как некий, некое лицетворение рода. И вот это лицетворение рода в древних религиях, оно являлось именно вот коллективным бессознательным. Я просто сейчас пытаюсь провести аналогию между расстановками Феллингера и тем, как расстановка понимается коллективным бессознательным. И вот истории религии, да. И вот такой языческой религии, да, в которой олицетворением родового бога выступает коллективное бессознательное, да, противостоит универсальной религии. Универсальная религия – это мусульманство, либо христианство. Что состоит универсальность религии? Она состоит в том, что вот, как бы, уже нет рода. Это не религия одного рода, а религия, как бы, человека. Почему? Потому что разница рода стерна. То есть изначально так универсальная религия себя подает, да, то есть, например, христиане, христиане не могут быть и арабы, там, и греки, там, могли быть, и гудей, и славяне, и прочее, да. Но, я с тобой согласен. Другое единственное, что тут стоит учитывать, что человечество рассматривается как род. Потому что... Человечество, я к этому конце хотел прийти, как обычно это бывает, все это, все такое глобальное рассмотрение человечества, как целое, это глупо. В конце. Потому что я двигаюсь от маленького рода, перехожу в более универсальные религии, которые являются религией многих родов, да, многих, как бы, даже народов. А что такое церковь, в свое понимание? Вот, например, православие, это что такое? Вы мне не даете ей высказать. Я еще ее не высказал. Это не в этом мысль-то состоит. Это только логика, одна логика, линия, которую я тоже был бы на основе этой линии кое-что в другое сказать. Ну, смотри, в мое понимание такое, как я вот наблюдаю за православие, я понял, что православие – это институт семьи. И вот когда была сделана революция Велико-Октябрьская, социалистическая, первое, что было сделано, разрушен институт семьи в России. Зачем? Тогда семьи других стран могли покорить эту страну. Россия была непобедима, пока она была как единая семья существовала, где Бог-отец, царь и царица – это отец и мать, воплощение Бога на земле, и все остальные – их дети. И нам, если мы возьмем, то, что изучает православие, оно всячески нас учит почитать отца и мать, почитать единого отца, быть смиренными и действовать, как дети в семье, и выстраивать свои семьи, и воспитывать своих детей в этом же начале. То, что ты рассказываешь, на самом деле получается, что универсальные религии, как бы, оно обратно отбрасывается от понимания урода, то есть оно все нивелирует, и опять тот же сам урод, оно восстанавливает просто уже в новых терминах. Да, на новом уровне, я бы сказала. Но объединяет на уровне, либо странной уровне. Как это объединяет? В чем, как бы, почему, как бы, людей не устроила, на самом деле, родовая религия? Почему не устроила? Потому что в родовой религии нет места сознания, потому что, когда возникает сознание, сразу же возникает, а почему у каждого рода свой бог? Возникает сразу много вопросов. Это первые, как бы, вопросы, они связаны с тем, что, как бы... Сейчас отвечу, я это волнуйся. Олег, мы еще... Да, заседаем. Да, Олег, пока. Нет, давай. Ну-ну. Извините, пожалуйста. Знаешь, на что ты натолкнула меня твои вот эти рассуждения? Я увидел одну очень интересную вещь. Получается, что религии могут объединяться, то есть народы могут объединяться на основании религии двумя путями. Либо они создают единую религию, где есть все боги разных народов, и это получается здесь со всей его толпой. Или же они создают единую религию, отказываясь от всех своих этих маленьких башков, и находят единого бога, который важнее, чем все эти. И тогда это народы объединяет. Но что сейчас произошло? Например, мусульманство и православие никак не могут объединиться. Да? Каким образом? Есть, сейчас возникают некие люди, которые пытаются создать единую религию, которая объединит. Это талицизм, люльтаризм, православие, мусульманство. Но адекты этих религий жестко сопротивляются, говорят, нет, только моя религия истинная. Вот твоя теория, это может кто-то с помощью установок объяснить, почему так происходит? Почему они никак не могут и что нужно сделать, чтобы они согласились? Может, может, только надо... Ну давайте, когда я дальше подложу, по поводу универсальной религии. Как раз универсальные религии, да, лучше всего обсуждать ее на примере такой религии, как христианство, потому что, как бы, оно мне более близко, как бы, я его лучше понимаю. Христианство говорит, что, как бы, во христе нет ни иудеи, ни эльвина, ни раба, ни господина, ни мужчины, ни женщины. То есть, как бы, все различия стерты, как бы, да, и люди приведены к Богу, да, каждый отдельный человек приведен к Богу. И эта религия, в отличие от языческой религии, да, она является религией более сложной. То есть, она, у нее много очень этики. Вот во всех родовых религиях, как правило, отсутствует какая-то развитая этика. То есть, там, как правило, речь идет о каких-то традициях, да, если не какие-то традиции, то ты их должен исполнять. Но отсутствует вот некое, то, что можно было бы сказать, развлечение добра и зла, да, то есть, вот такое разветвленное, логически выстроено. Вот в христианстве оно присутствует. Для того, чтобы быть христианином, необходимо обязательно, как бы, иметь высокий уровень сознательности. Потому что христианство подразумевает именно понимание неких текстов, да, понимание, как бы, вот, достаточно таких сложных вещей, да, как надо поступать, что такое добро и зло и прочее. И поэтому в христианстве действует как раз всеобщее сознание. И, собственно, как бы, вот философия классическая, там, в лице, там, ну, будем говорить о Гегеле, да, как бы, она как раз и указывает на то, что христианство есть высшая форма религии, да. Как раз религия, которая поднялась от некого коллективного бессознательности, ну, тем более высоте, на уровне всеобщего сознания, да, того, что, как бы, Гегель называет духом. Духом, понятым, я говорю, не на уровне, как бы, Калитин описывает, а духом, понятым, на уровне того, что если брать, допустим, аналогию между миром и человеком, понятая, что вот можно, можно говорить о том, что вот у нас есть тело, да, вот мы теперь переходим к этим аналогиям. Интересно, что вот соотношение языческой религии и религии универсальной состоит в том, что вот в языческой религии ввести все поклонение происходит как бы на уровне тела, да. Вот есть некое коллективное бессознательное, ты должен на уровне переживания относиться к своему богу, так вот, относиться к своему роду, да. И вот как у простоногих Хеллингера ты должен что-то там чувствовать, и люди что-то чувствовали, и это чувство их приводило к тому, что они совершали какие-то обряды и прочее, благодарили своего Бога за то, что он ему дает жизнь и прочее. Это одно отношение, то есть это на уровне отношения тела. А Бог христианства, универсальной религии, оно понимается на уровне как бы сознания, если у нас брать аналогию между телом и сознанием. То есть мы как бы можем отнестись к этому Богу только с высокого уровня, не с уровня чувств, а с уровня как бы сознания. Почему это нужно? Потому что только с этого уровня мы можем различать добро и зло. Как раз на уровне переживания добро и зло не различают. Извини, пожалуйста. Вот сейчас очень интересная тема затрагивается, потому что реально, вот в чем я понимаю разница между православием и, например, католицизмом, знаешь, какая принципиальная? А католицизм говорит, что ты очищаешься и становишься верующим человеком, даже если ты ничего не осознаешь, а просто присутствуешь на молитвах и прикасаешься к этому и слышишь слово Божие. Достаточно его слышать, чтобы обрести спасение. А православие говорит, недостаточно просто слышать. Нужно осознать. Я думаю, между католицизмом и православием такого существенного разницы нет. Но вот это вот пока и не... Потому что различия добра и зла есть только на уровне сознания. И католицизм, и православие это все-таки уровень сознательный, а не уровень бессознательный. Родовая религия это на уровне переживания. Естественно, как бы здесь и на уровне сознательной религии, универсальной религии присутствует переживание. Потому что присутствует целиком весь человек, естественно. И поэтому, естественно, мы наблюдаем в универсальной религии тоже присутствует некого переживания. Этот переживательный момент обязательно присутствует. Но доминирует, поскольку речь идет о добре и зле, речь идет о быть. Это доминирует именно сознательное число. Ну вот, знаешь, что я еще подумал? Ты говоришь, что это все. Смотри. Но, с другой стороны, получается, что дает религия человеку. И расстановки Терлингера, что они дают человеку. Совпадает это с то, что они дают? Нет. Разные вещи. С точки зрения эмоционального. Но мне кажется, что религия позволяет решить проблемы и обрести, ну, какое-то умиротворение, да, там, успокоение и не страдать. Избавить от страданий. Расстановки Терлингера тоже помогают избавиться от страданий. Люди-то начинают этим всем заниматься, что религии, что расстановками, когда у них есть страдания. Это все утилитарные, где-то цель присоединяется. Я пытаюсь рассмотреть, как это сделать и номинологически. Для чего все это нужно, что там, какие страдания там, разрешает ли страдания, не разрешает. В конце концов, это как бы несущественно. Все вырастает из некого единого корня нашего опыта. Просто этот опыт у вас осознается постепенно, осмысляется, точнее, постепенно. И происходит так, что, на самом деле, ты сразу как бы, что возник, вот, это жило как-то человечество на каком-то древнем уровне. И происходит так, что он сразу раз и перескакивает на какой-то более высокий уровень. Оно движется постепенно. Сначала оно додумалось до родовой религии. Это уже был большой прогресс. Когда был поставлен над родом нечто высшее, высшее этого рода, стоящее. Осознать род, когда человек осознал род, это был большой успех. И в конце концов, как бы, философия, это выразилось тем, что философия начали отличать идеи от вещей. Потому что идея всегда, это отношение, во-первых, идея между собой, да, это всегда понимается как отношение рода-вида. И само слово род здесь одно имеет, не имеет другого отношения, понимания, как именно род человеческий, опять же. Это вот те старые, как бы, архетипы, которые мы постоянно, в нашей жизни постоянно циркулируют, да. Мы говорим род, вид, да, и опять же, как бы, это все относится к этому, к изначальному пониманию того, как соотносятся, как соотносятся люди, да, к родственникам, и как они к другу относятся. Вот есть некое родовое, общее для них начало. Так вот это вот осмысление этого общего для них начала, просто в расстановках Хеллингера, оно просто еще раз выразилось в другой форме. Где было отнято, да, от этого осознавания элемент мистический. Да, потому что, когда говорится о Боге в родовом смысле, да, когда говорится о Боге языческом, то все-таки там присутствует какая-то мистика, там рассказывается много мифов и прочее, прочее. Да, вот это вот, если все это убрать, да, и перейти в наш технический век, да, перешагнуть сразу, то все это на самом деле мы наблюдаем в основном как Хеллингер уже на другом уровне, да, то есть на уровне как бы вот нашего современного понимания. То есть вот есть нечто родовое какое-то начало, да, вот, это родовое начало, прежде всего, ближайшим образом проявляется в семье. Это родовое начало себя проявляет. Понимаешь, можно к этому относиться, выстраивать какие-то свои ритуалы, можно не выстраивать. Важно, что он присутствует, он есть. Он как-то в нас, как вот Игорь начинал об этом говорить, да, в нас как-то он прописан. И он просто на расстановке Хеллингера проявляется. Но я-то хотел на самом деле двинуться дальше. Я хотел сказать, что несмотря на то, что в расстановке Хеллингера это движение проявляется, в расстановках также присутствует сознание. В расстановке это сознание присутствует в качестве сознания, прежде всего, сознания расстановщика. Он на самом деле как бы царит над этим пространством, в котором происходит расстановка. И он эти пространства управляет путем вопросов, путем как бы того, путем того, что он налагает свою интерпретацию, да, некий свой опыт на то, что происходит, да. Ведь то, что происходит, требует своего истолкования. И если его рамки десять, он не будет, не произведется, то, на самом деле, ничего не изменится, никакой терапии не произойдет, как я вот говорил мы значально. Терапия происходит в процессе того, что что-то осознается, происходит некое осознавание. Я смотрел везде, цель терапии была осознавание. Не всегда. В tęлпи инженерическion件 evolves и новую терапию без осознавания. Ну хорошо, вырисенский пептоз это вообще другое. Мы уже говорим о расстановке, а расстановке тоже могут походить человек без осознавания. В расстановке участвуют заместители, если эти заместители там как-то походят что-то поделают, разве что-то это изменится? Да, человек переживет этот токус, завершит гештальт и на этом без осознавания. Какой человек? Который присутствует? Тот, который участвует в этой терапии. Он может завершить гештальт и закрыть его, да, этот цикл контакта завершить и все, и он перестанет перерывать на эту тему. Ну ладно, может быть это так, но вторым, на самом деле, кроме сознания ведущего, которое царит над расстановкой, присутствует еще сознание участника. Какими бы ни были заместители, и как бы они не отдавались процессу расстановки, все равно их сознание присутствует. И их сознание не замутнено какими-то там неангажировано ситуацией. Почему? Потому что они же другие люди, да и они замещают людей, которые им совершенно не знакомы, к которым они никакого личного отношения не имели. И они могут сохранять вот эту вот незамутненность сознания. И то, что происходит на расстановках, часто мы можем об этом, опять же гипотезу не будет, возможно, что все движения, которые происходят на расстановках, они связаны с тем, что у каждого человека на его детском уровне вот это вот осознание того, что надо как бы дружить, да, что надо все-таки сводить к некому балансу, да, оно сохраняется. И поэтому все расстановки, они вот стремятся, вот как вот Хеллингер об этом говорит, что вот эта вот коллективная присосозательность стремится к любви, да, потому что она хочет вот как бы вот всех привести к некой равновесии, когда, да, вот не забыть ни о ком, да. Почему вот этот дух, коллективная присосозательность, почему он как бы опять же является Богом, да, потому что вот как бы вот опять же затрагивается эта тема Бога любви, да. Потому что Бог есть любовь, да, и вот в расстановках тоже как бы все действуют, Согласно некой предпозиции, исходя из некой любви. И вообще говоря, даже если происходит замещение в процессе жизни, то, например, ребенок, который любит мать, хочет вместо матери уйти из жизни. Он чувствует, что мать стремится к своей мертвой сестре, и ребенок стремится заменить в этом мать. Но это стремление заменить мать и вместо матери уйти из жизни, это не что иное, как движение любви. И может быть даже сам ребенок это не осознает, но это как бы происходит инстинктивно, на уровне инстинктов. Ну так объясняет этот вопрос Хеллингер, это не мое объяснение. Но, иначе говоря, Хеллингер все это исполковывает в теме любви. Вот я утверждаю на самом деле, что возможно это не так, что возможно любовь к коллективным бессознательным не относится, что возможно сами участники остановок, они все-таки участвуют в этом, так же и сознательно. И они уже с позиции более высокой, потому что любовь может быть заявлена на самом деле с позиции только сознания. Потому что с позиции бессознательного нет никакой любви, потому что там вот этих развлечений нет. Любовь, ненависть. Подожди, а как же животные любят друг друга, а у них нет сознания? Не, послушай, в чем состоит разговор? Возвращение состоит о том, что бессознательность живет в неком детском состоянии, в котором одно равно другому. В котором, например, нет отрицания. Вот есть некий такой вот низкий уровень неразвлеченности. Сам Хеллингер говорит о том, что вот это коллективное бессознательное, оно не различает добро и зло. Оно на самом деле относится и к убийце, и к жертве одинаковым образом. Оно обоих хочет перевести к некой любви. Что с вами происходит? Не, давайте как бы все-таки я доведу до конца, до конца, до конца своего изложения. Теперь просто к чему я хочу перевести, что на самом деле в расстановке Хеллингера сознание это присутствует. И без этого расстановку, как я думаю, невозможно. Хотя вот есть возражение, что расстановка может осуществляться как бы в тишине, и люди могут что-то ходить, и что-то делать, и это что-то изменит. Ну, это как бы странно немножко. Мне казалось, что все-таки, ну, потому что, как бы, и психоанализи тоже, там, если просто придет человек, они на друг друга посмотрят, ничего друг другу не скажут, это никакие репутации из этого не возникнут, и ничего не осознается. Я не думаю, что какой-то наступит катарсис, или какое-то извлечение. Так а у Хеллингера вообще все плохо. Ты можешь оставить человека, который вообще отсутствует здесь, в этой комнате. И не считает, что ему это поможет. Правильно, тем не менее, оно поможет только если возникнет осознание. Ты начал с того, что там бессознательно работает, так оно и на бессознательном уровне и происходит очень часто. У человека проблема может быть заложена на бессознательном уровне, не на осознанном, а бессознательном. И через осознание можно до нее докопаться, но очень часто стоит очень много барьеров, которые не позволяют. И поэтому иногда легче решить эту проблему на бессознательном уровне. Я тебе привезу пример. Например, человек испытывает какие-то душевные муки по поводу отношений с родственниками. А когда расставили расстановку, он такой смотрел и подумал, блин, это хрень, все это. И все. Почему? Непонятно. Просто посмотрел и понял, хрень, все это. И больше не переживает об этом. Вот тебе решение такое. Согласны, что такое может произойти? Может быть, может быть. Но тут это не на осознание. Это два пять деталей, я в правильную сторону. Это как бы... Просто... Ты хитрец, заскальзываешь. Я просто изначально... Ты заскальзываешь степы. Ты начинаешь... Изначально... Просто противоречит твоей теории, блин, хрень не называть. А это извините. Я не противореченой теории. Я просто хочу изложить некую точку зрения. Допустим, она может быть другая точка зрения. Если я ее не изложу, как можно противостоять? Это ты у нас все время одно и то же. Ты на пятнадцать минут что-то говоришь, говоришь, потом тебе кто-то на это реагирует. Ты говоришь, ну дайте мне изложить мою точку зрения. Все так засыпают, я при пятнадцать минут... Ты-ды-ды-ды-ды-ды... И опять вот, я же не изложил свою точку зрения. Но Игорь, знаешь, что заменит, Насалья? Ну это, что, например, ты вообще, ты понял, о чем я говорю? Ничего не понял. Правильно. Ну поэтому приходится по пятнадцать минут излагать. Ну это же, понимаете, и представление... Я же уже давно составил некое представление о том, что как бы до людей доходит и что нет. И как надо излагать. Я могу излагать и в трех словах, но никому не будет, понятно. Я излагаю это настолько подробно, чтобы было понятно всем. И для этого затрагиваю одни ассоциации, другие ассоциации с одной стороны под эту, с другой стороны... Вообще это, как я говорю, сейчас я говорю только об одном. Я попытаюсь провести две параллели. Коллективное, бессознательное и всеобщее сознание. Веду эти две линии и пытаюсь показать различные ассоциации с этим связанные. На уровне истории религии, на уровне расстановок Хеллингера. Сейчас хочу еще на третьем уровне рассказать. Вот, вот, смотрите. А все говорю об одном и том же. Но, подожди, вот, ты знаешь, по-моему, какую ошибку совершаешь? Ты нам не указываешь в тот момент, когда ты перешел с одной линии... А зачем? Если я пытаюсь навести. Что такое навести на мысли? Вообще говоря, есть и существенное является различие коллективного, бессознательного и всеобщего сознания. То есть, вот, духа на уровне тела и духа, как бы, на уровне высшего, там, на у него разума на уровне, да, то, что, как бы, у Гегеля зафиксировано, как, там, дух, да, там, какой-то абсолютный дух, там, допустим. То есть, вот это я хочу различие провести. Но для того, чтобы его провести, недостаточно просто его высказать. Можно было просто его высказать, это будет тривиально, да. Но я хочу подвести к этому основания какие-то, объяснить, почему это работает, да. Ведь это, вот эта вот концептуализация, да, что есть два вида духа, да, дух на уровне, как бы, детского сознания, на уровне коллективного бессознательного и дух на уровне высокого, да, сознания, да, вот, разума нашего, да, если так говорить. Что существует два духа, на самом деле, а не один. Это же важная, да, это, как бы, важная концептуализация опыта. Потому что можно же это сопротивляться тому и говорить, а есть ли вообще такой дух? Вот, например, христианство. Христианство противопоставляло себя, допустим, Саддуке, да, Саддуке ведь что, фарисеи лучше говорить, противопоставляли себя Саддукеем. Ведь их основное разногласие в чем состоит? Что Саддуке считали, что нет никакой посмертной жизни, что нет ни духа, ни ангела. Так прямо написано в Евангелии. А фарисеи считали, что, во-первых, дух есть, да, который пронизывает, да, что такое дух? Некий всеобщий дух, который пронизывает человечество, да, которые в человеческих делах участвуют. Есть, естественно, ангелы, но это как бы вторичный вопрос. Но есть посмертная жизнь. Почему она есть? Потому что есть дух. И вот эта коллизия, она очень важна. В современной ситуации, на самом деле, можно ведь с научной точки зрения отрицать, что существует такой всеобщий дух, который где-то витает, непонятно, как он вообще существует. Но расслабление Хеллигера нас возвращает к разговору об этом духе. Одна из критик философии Гегеля состоит в том, что никакого абсолютного духа нет. Да, прожил, он может сказать, так и сказать, давайте я философию Гегелю помою на виду в облесе. О каком абсолютном духе он говорит, такого абсолютного духа нет. А теперь можно к этому разговору обратно вернуться. Почему? Потому что опыт остановок показывает, что какой-то такой дух есть. И вот надо его теперь понять, что это за дух такой. Фу, тебе понятно излагает, блин. Если бы по палке колеса не вставлять, на самом деле, я бы еще понятен. Ты еще начал с этого, так было понятно, какого хрена ты все такое ведешь. Теперь я понял. Теперь я хотел к тому вопросу еще с другой стороны подойти. На самом деле мы знаем, что вот эти... Немножко вернемся к религии. Мы знаем, что эти родовые религии, они были очень зверские. Там было, как правило, самые древние формы этих религий, они имели человеческие жертвы. Ну, если интересно, можно обратиться к литературе, людей убивали перед важными событиями, это приносили в жертву младенцев или первенцев. В общем, очень много крови проливалось. Например, вот говорится, не только... Сначала приносили крови конкретно людей, а потом приносились животные. Допустим, в греческих упоминаниях постоянно говорится о какой-то гикотонге, когда 100 быков приносилось жертву ради какого-то события. Так называлась такая великая жертва, гикотонга там. Ну, и даже еще уже в классическую Грецию, я не помню, то ли при фермопилах, то ли при какой-то другой битве, перед началом битвы вот такой анафронизм состоялся, да, какой-то там полководец принес то ли 12 младенцев, так сказать, жертвы, то ли 14 младенцев, да, но, казалось бы, греки уже развитые, да, вот в классической Греции там процветает уже разум, вовсю, в это глубь в шею уже присутствует. Тем не менее, вот это вот пережитое прошлое, он присутствует. Да, и вообще говоря, вот эта вот жертва, особенно, она на самом деле потом присутствует и в христианстве. Потому что вот то, что одно из противостояний универсальной христианской религии, допустим, и религии родовой, и иудейской, состояло в том, что те-то приносили жертвы, да, а христиане от этой как бы жертвы отказались. Они на самом деле считаются, что Христос это был последний, последняя жертва, да, как бы, она была принесена, и тем самым Богу уже никакие другие жертвы не нужны, да. То есть, как бы, случилось, совершилось, как бы, вот это вот последняя жертва. И вообще, вот этот вот этап, когда понятие жертва, она вот постепенно модернизируется и делается все более и более цивилизованным, да, и более и более человеческим, да, менее зверскими, можно так сказать. Она связана с тем, что вот возникает вот это всеобщее сознание, да, которое пытается привести вот род из какого-то коллективного дикого состояния, потому что, несмотря на то, что коллективное бессознание существует, оно действует именно как коллективный зверей, да. Вот привести из этого коллективного зверя в нечто подобное тому, что мы называем человечеством, да, в нечто цивилизованное, да. Вот перестают приносить жертву людей, перестают приносить жертву уже и животных, да, что еще бытовало в иудейской религии. Вот, в конце концов, жертва становится чисто символической, да, то есть жертва как бы присутствует, но она символическая, и она как бы однажды уже реально осуществилась, а потом просто они постоянно присутствуют с неким воспоминанием. И вот, опять же, можно вспомнить здесь, и я хотел бы просто упомянуть для того, чтобы вот некую, опять же, параллель провести. И вот у Ницши есть такое интересное развлечение, как бы полонического и генистического начала. Да, вот я всякий раз как бы об этом заговариваю, потому что в этом я усматриваю некое прозрение Ницши, да. О чем говорит Ницши? Что такое вообще как бы вот это генистическое начало? Генистическое начало, это вот оно нистовое такое начало, да, это начало, в котором как бы человек полностью отдавался на волю своих страстей. Оно состояло, например, в таких ритуалах, когда собирались люди, там, наупивались это вино, то, что вино считалось как бы даром бога Диониса, да, и в неких плясках, в неких оргиях разнузданных, там, да, в неких песнопениях, так, вот эти, толпа шла, и вот эта вот толпа, она как бы представляла собой единого Диониса. Там просто для того, чтобы объяснить, почему это так, вот существует как бы миф, мифарса. Рассказан о том, что в свое время как бы бог Дионис был разорван титанами, да, на мелкие частички, частички. Из этих мелких частичек образовались люди, да, то есть люди, каждый из нас, ну, я просто говорю из нас, потом, как бы, если стою на точку зрения грека, да, грек как бы рассуждает так, что каждый из нас, как бы, состоит, в каждом из нас есть этот огонь божественный, да, бога Диониса. И когда мы все вот эти генистические оргии, генистические разнузданные пляски там и соединяемся, то как бы бог Дионис вновь как бы восстанавливается, да. Вот эта вот индивидуация, которая между нами существует, это вот разделение, оно снимается, и вот в этой единой как бы массе коллективного бессознательного вот это вот возникает как бы заново бог Дионис. Причем эта вот коллективная пляска и оргия, она была очень страшна. Почему? Потому что, ну, допустим, приводится такой пример, допустим, что Орфея разорвали вот эти вот вахханки, да, они просто в этот, увидели Орфея, как бы, ну там, они просто в этот момент они могли совершить, ну, совершенно безумные поступки совершать. Ну, в частности, допустим, людей это разорвали, на счастье, да. И вообще говоря, вот эта вот коллективная пляска, знаете, у нас, в нашей жизни, она проявляется как массовое сознание, да, сознание толпы, допустим, на площадях, оно ведет себя как некое единое тело такое, да, вот это вот бурлит, может бурлит некая эмоция, и тогда мы видим, если мы видим ее всплеск, то тогда возникают вот эти погромы всякие, да, то есть вот та линия, которая говорит про детское, да? Да, про детское. Я просто еще что хотел сказать? Слышите, ну, вот знаешь, я сейчас все думаю, я слушаю тебя внимательно, но при этом я думаю о том, что ты сказал про то, что есть вариант, когда считается, что человек не может жить после смерти, потому что нет у никакого духа. Нет, это с адукеми, это просто... А это не про детское? Нет, это не про детское. А про что это тогда вообще не про детское? Это я просто хотел объяснить, почему я обсуждаю именно понятие духа. Одна из критик философии Гегеля состоит в том, что нет никакого абсолютного духа, все, закрываем учебник и выбрасываем помойное ведро. А ты сейчас говоришь, что есть два направления. А я говорю, что... Два направления. Для того, чтобы к абсолютному духу прийти, надо сначала объяснить... Какие есть низший дух? Низший дух. Высший дух. И потом... Потом их соединить, да. Смотри, но вот это не удастся делать. Я сейчас объясню, как удастся. Подожди, смотри, знаешь почему? Зачем говорить о том, что... Потому что то, что ты сейчас рассказываешь, это модель человека. Правильно, правильно. Но я к этому веду все. Есть эмоциональная... Ну больше всего меня поражает. Но я к этому веду все. Эмоциональная. Всегда является конфликт. Нет конфликта, нет развития. Если ты соединишь бесконфликтно, то ты потеряешь развитие человеческого логичения. Сейчас я расскажу и про это, и про развитие, и про все другое. Неправильно я понимаю? Не согласен? Все, согласен. Просто я хотел показать некую динамику, которая состоит в том, что религия становится только тогда светлой, и выходит из темных своих оснований, когда на свет выступает сознание. Сознание — это некий свет. И вообще говоря, сознание всегда понимается под метафорой света, очевидности, некой ясности. Если мы вспомним, как мы вообще говоря, сознание истолковываем, то всегда возникает такая ассоциация, ассоциация интенсивности некой световой. И вот Бог становится Богом света, Богом солнца, как бы некой ясностью. Только тогда, когда на свет выступает сознание. И сознание, когда пролитает свет на эту родовую религию, оно понимает на самом деле, что движение должно быть, как бы... Что вот это родовое движение, движение вот этого бессознательного, оно может быть как-то остановлено. И для того, чтобы это понять, вот теперь мы перейдем на аналогию того, как устроен человек. Как устроить человека? У человека есть тело и есть разум, да, или там лучше говорить сознание. Потому что разум, на самом деле, это просто определенная функция сознания, да. Сознание как бы вот, сознание есть разум. Ну давайте будем, о чем тут разговор идет? Вот мы, когда мы действуем инстинктивно, да, когда мы действуем с активностью, нашего переживания, нашего ощущения, мы действуем непосредственно. Мы можем действовать несправедливо, можем действовать там, допустим, ну, зловно, да. То есть, допустим, на удар мы отвечаем ударом, там, да, там, или там. Мы можем действовать непосредственно. Вот не нравится там, допустим, это чернокожий человек, можно сказать, что-то типа возникает какая-то ненависть, отталкивание, что вот он чужой, да, какой-то такой. Суть вопроса состоит в том, что человек устроен таким образом, да. И об этом мы в древности говорили, что человек представляет собой микрокосмом, да. А в космосе говорили, что он является мантракосмом. И проводили некую аналогию между человеком и космосом. И когда я начинал говорить о том, что человек понимает... По словам «космос» что имеешь в виду? Ну, мир весь. Весь мир, Вселенная. Потому что космос — это вопрос соотносительный. Для древнего человека космосом было то, что вокруг него. Для нас уже космос представляет уже... Мы просто больше знаем, для нас уже космоса будет нечто больше. Так вот, получается, что как человек не воворачивается, что бы человек ни делал, это на самом деле мыслить мир согласно тем и возможностям, которые у него есть. Он не может мыслить мир иначе, как говорят, по модели того, как устроен он сам. Я вот когда объяснял родовую религию, я объяснял, что человек переносит некий свое понимание мира, родовое понимание мира на самом деле. И пытается объяснить мир исходя из родовых религий. Теперь то же самое происходит. Даже когда мы перешли на универсальную религию, когда сознание или то, что называется светом, ясностью, Христос, как пусть называется, светом, и Бог вообще называется светом, когда мы на этом уровне обсуждаем, все равно мы опять же переносим некие очевидности для нас и проектируемых на то, что мы называем миром. И порядок того, что совершается на земле, и порядок того, что совершается на небе, один и тот же порядок. Почему так происходит? Потому что изначально есть некий архетип того, как мы все осмысляем в этом мире. Как ни крути, мы мир понимаем как некого человека. То есть мир нами понимается как некий огромного рода организм, который имеет свои структуры, точно так же, как и у нас. Он имеет структуру в виде тела, вот это материальное начало мира. Он имеет структуру в виде души, духа, ума и прочее. Древности – это засвидетельствуется, скажем, платонической философией, ну и не платонической философией. Когда мир понимался под структуру мира, она просто была аналогична тому, как был устроен человек. Это понятно, тут можно больше это не объяснять. Нет, просто суть вопроса, что вот это соотношение мира и человека, оно понимается как соотношение микрокосма и макрокосма. Только это понимали всегда так, обратно способом, что на самом деле человек такой богатый, на самом деле, что в нем есть весь мир. А на самом деле это надо понимать тем способом, что человек настолько бедный, на самом деле, что в мире он видит только отражение самого себя. То есть, как бы, вот, человек настолько виден, что мир на самом деле является только человеческим миром. Насколько может человек этот мир в себя вместить? А вместить он может в себя только если спроектирует свое представление о мире, да, а самое сложное, что он может представить, это мир как некий организм, да, потому что более сложные объекты ему просто недоступны. Это представление о мире как в неком организме, да, или, скажем так, о Боге, да, который опять же описываться по образу и подобию человека сделано. То есть, описываться так, что человек создан по образу и подобию Божьему. А надо было как бы обратно расключать, что Бог понимается нами по образу и подобию человеческому, то есть обратная ситуация. Ну, это понятно, да. Как об этом и говорится, это уже в Библии, что по образу и подобию это не значит, что полностью, только некая часть нами похожа на Бога. И поэтому настоящее представление о том, как все устроено, в том числе и настоящее представление о том, как все работает в расстановках, надо бы исходить из того, что в расстановке есть тот же принцип организма. В расстановке есть телесная часть, это люди. Теперь мы возвращаемся после других путешествий к расстановке. В расстановках есть люди, это телесная часть расстановок. В расстановках есть разум. Разум, во-первых, участник расстановки, он минимальный разум. А на самом деле весь разум сосредоточен в ведущих. То есть расстановка работает именно как этот организм, только она приведена, используется в виде не просто как какая-то концепция, а используется как некая опора на опыт. Потому что в самом опыте мы так себя ведем, что в самом опыте это родовое начало присутствует. И в этом родовом начале есть и телесная составляющая, и разумная составляющая. И теперь, если мы возвращаемся к некоторым выводам, которые касаются относительно человека, зачем человеку это нужно, то можно говорить о том, что у нас есть род. Можно брать род отдельного человека, а лучше брать род всего человечества. Потому что это универсальная религия, на самом деле, рано или поздно она овладеет всем человечеством. То есть она уже сейчас существует каким-то образом, хотя существует тенденция, как ты правильно про православие начинал говорить, католицизм, возвраты к этому родовому началу. То есть какие-то народы там отдельные, какие-то там культуры, то есть они делают эту универсальную религию, опять же, какой-то ограниченной религией. То есть религия одной культуры и религия одного народа. Как народы, как этносы. То есть это, конечно, как православие, говорят, православие это религия русского народа. На самом деле это ведь не так. И не должно быть так. Подожди, смотри, так вот этносы, когда они объединяются за счет, вот как ты говоришь, вот этих родовых вещей, у этноса, в сознании этноса есть некая самоидентификация. И страх соединиться с другим этносом. И поэтому смешанные браки даже запрещались. Теперь, смотри, все это происходит на уровне религии. А запрещается мусульманам, ну там, жениться на других людях другой религии. Ну и на самом деле, если честно, как бы и у Хеллингера не приветствуется. Потому что это грозит всевозможными трудностями. Ну это как бы отдельный разговор, просто это как бы... Ну потому что там есть концептуальные вещи, о которых говорится невозможно. И значит перескочить можно только на следующий уровень. Как с родовых вещей на православие, на сумминанство, так и с мусульманство и православие перескочить на некую единую. Просто я хотел бы сказать, что главное в чем состоит, что мы живем неким родом. Нельзя как бы на самом деле считать, что рода состоит только из коллективно-бессознательного и считать, что это является главным. Смотреть на расстановки Хеллингера, выделять отдельный его момент, что в расстановках отсутствует вот это вот сознание, что участники расстановок ведут себя как-то невербализированно, как пальцы в сигнале, как-то телесно ведут себя, что это на самом деле есть правильное отношение к жизни. Потому что многие делают из этого вот следующее, что раз в расстановках есть некий дух вот этот телесный, то надо и по жизни себя вести вот так вот, пытаться его осмысливать, переживать. А только относиться переживательно. А что вот это сознание, разум, это какой-то вирус, что от него надо избавиться, оно заводит только в тупике и прочее, прочее. Или как сам говорит Хеллингер, когда его спросили, однажды задали прямой вопрос, что для вас важнее, люди или идеи? И он задумался и понял, что люди для него важнее. А когда у него спросили, а как вы это объясняете для себя, он сказал так, что жизнь говорит да, религия говорит нет, а мораль говорит нет. То есть он служит жизнь. А какой жизни? Вот этому коллективному телу, что ли, он служит? Коллективному бессознательному? Ведь на самом деле, когда об этом говорится, это на самом деле, есть некое заблуждение, некий один момент высвечен. А присутствует ведь, в этом присутствует и другой момент. Организм-то, целостность организма нарушена. Наше сознание, наше мышление, наш разум, он принадлежит целостности организма, его нельзя элиминировать. И в расстановках он присутствует в виде разума и сознания расстановщика, который совершает интерпретацию. Я услышал, что ты против какой-то идеи, которая используется в расстановках Хеллингера. Нет, я не против идеи. Не самим Хеллингером, а другими людьми. Да, потому что другие люди часто интерпретируют расстановки Хеллингера в том понимании, что на самом деле в жизни надо жить переживанием, не надо размышлять. Это только мешает делу. Потому что они смотрят на опыт расстановок, что там их запрещает говорить, запрещает как бы мысли. А надо вроде просто как-то переживать и друг к другу относиться. И думают, что в этом и состоит суть. Не, ну это же не так, мы же это сразу понимаем. Это не так. Потому что это только так для тех людей, у которых разум являлся причиной того, что они подавляли переживание. Нет, дело просто в том, что многие люди, на самом деле, обладают минимумом сознания. Они не пытаются осмыслить свою жизнь, и они думают, что это правильно. Надо к жизни относиться только переживать. Они не так, надо сказать, не осмыслить свою жизнь, а заметить, как они живут. Ну хорошо, пускай заметить будет. То есть они как наблюдатели, просто не будут со стороны смотреть. Потому что лечение все равно осуществляется путем наведения света сознания на проблему. Не так происходит, что попереживал, попереживал, и как бы проблема решилась. Не всегда. Не всегда. Хорошо, давай, Бутко, не всегда. Ты хочешь, чтобы я закончил, а не хочешь? Так что давай я быстро закончу. И вопрос поэтому ставится так, что в прошлый раз я поставил некое противопоставление между коллективным и бессознательным, что вот так вот есть Бог и Грегор, да, и есть как бы всеобщий дух, да, вот этот вот абсолютный дух, например, в смысле гилья. И что между ними есть противопоставление, некий выбор. А теперь, на самом деле, после ее размышления, я понял, что такого противопоставления нет. И то, и другое, на самом деле, составляет единство некого организма. Да, вот организма того, что можно назвать человеческим родом вообще. Да, ну, есть иерархия родов, там, начиная с семьи, как бы есть некая вложенность, да. И все это доходит до того, что вот род человеческий как целое, он представляет собой сейчас уже на земле некий вот как бы организм огромный, да. И он в каком-то смысле имеет различные его аспекты. Во-первых, он имеет аспект тела, да, аспект воспроизводства, аспект там, аспекты другие. Он имеет свою душу, имеет свой дух и прочее, да, в том числе имеет свое сознание. И поэтому для того, чтобы вот эта вот универсальная религия, о которой я говорил, да, однажды она стала всемирной религией, необходимо, чтобы были люди, которые бы все-таки пытались все эти вещи осознавать, пытались удерживать именно это сознание. То есть поклоняться Богу, как Богу именно сознательному. Все равно этот сознательный Бог, это все равно это поклонение сознательному Богу, есть не что иное, как поклонение роду. То, что просто род представляет собой не коллективное и бессознательное, как вот я бы здесь говорил, и как бы мы это обсуждали, а на самом деле представляет собой единство организма. То есть род построен по аналогии с тем, как устроен человеческий организм. Человеческий организм имеет тело, имеет сознание, имеет разум, да. Точно так же и род. Он имеет тело, это вот отдельные наши тела, да, Он имеет душу, он имеет наши чувства, он имеет разум. И вот этот разум пока находится в примитивном состоянии. Мы потому что до сих пор воюем, мы до сих пор не можем на уровне этого разума договориться о чем-то. Казалось бы, вот человечество, оно представляет собой, уже существуют многие века. И уже казалось бы, многие проблемы мы можем решить просто, если договоримся. Но мы договориться не можем. Вот этот разум еще не наступил. И он, на самом деле, однажды, когда-нибудь, наступил этот момент. И просто, я просто, опять же, возвращаюсь к богословию. И богословие здесь состоит в том, что надо понимать Бога как единство. Это единство. Единство телесного и начало единства разумного. Как организм. Субтитры создавал DimaTorzok